Лучшие аксессуары для PlayStation 5. Меня зовут Арсений Петров, и на канале Велсаком вот такая простая, но очень нужная тема, которую вы, я уверен, давно ждали. Погнали! Я недавно пошел исполнять свою детскую, ну не мечту, но вот этот самый пунктик. Каждый пацан мечтал о том, чтобы дома у него стояла PlayStation. И я купил себе PlayStation 5 с дисководом, купил себе Call of Duty, чтобы в нее наваливать, и понял, что в комплекте у меня нихрена нет. А лежит один обосы на геймпад, вот такой вот, два провода, и в принципе все. И мысль потратить в три раза больше денег на то, чтобы играть на PlayStation комфортно, пришла сама собой. Первое, что я сделал, это понял, что место на диске кончилось в тот же день. На PlayStation 800 с лишним гигов памяти, поэтому мне, естественно, понадобилось дополнительное. Вот такой вот жесткий диск я взял, это WD Black, у него 7300 на чтении, вы можете сюда устанавливать все, что угодно, это NVMe диск. Я в интернете просто инструкцию видел, честно, понятия не имею, как это делается, но, по-моему, надо... Может быть, не с этой стороны? Я тут смотрю YouTube. Жмем панель в нижнюю часть. Жмем панель. Сползаем ее, видите? А, 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 о. Опа! Получилось! Только не с той стороны. Снимаем крышки из PlayStation, видим здесь вот этот отсек, на котором один-единственный винтик, болтик, шурупчик, как угодно. Его надо открутить и вставить туда SSD. С этим я, слава тебе господи, справиться вроде как могу. В другую сторону. Так, там разные есть, Kingston и Fury берут и так далее, и так далее. Я сказал, не, пацаны, мне нужен WD Black, потому что он выглядит, ну, просто лакшери, прям самый красивый из всех. И вставляем его вот сюда. Теперь, когда памяти у нас стало больше, и мы готовы устанавливать все игры, нам в эти игры нужно играть по-царски. Ну, вот прям лакшерно. Это значит, не с помощью стандартного, как я и сказал, обоссанного геймпада. Поэтому мы что сделаем? Мы потратим еще 30К на практически то же самое, только глянцевое посерединке, и черное там вот сверху еще тоже. Dual Sense Edge. Во-первых, у него очень крутой кейс. Кейс, который вы можете таскать с собой к друзьям на какие-то пати. Dual Sense Edge. Типа профессиональный геймпад, вообще супер кастомный и мега офигенный. Знаете почему? Потому что он стоит 30 тысяч. В разы дороже стандартного Dual Sense, который и так очень неплох, но в нем нет дополнительных курков, в нем нет регулировки этих самых триггеров, да. Его нельзя разобрать понтово, и на него нельзя установить новые стики, если вы вдруг износили и сломали старые. Все это предлагает вам Dual Sense Edge. Если вы интенсивный, так сказать, мужчина, вы можете поставить вот такую мандулу сюда, и вообще вот так вот, во все стороны, понимаешь? Вот так все настраиваете, вплоть до вибрации можно быстро менять профили, не отвлекаясь от игры, потому что здесь две FM-ки вот такие есть, которые позволяют вам до тончайших, просто мельчайших подробностей под каждую игру настроить геймпад и быстро на лету прям переключаться между профилями. Короче, то, чего не хватало в стандартном Dual Sense, но единственный минус, он меньше работает. Я его прям действительно часто заряжаю, и это меня бесит. Чик, это все продается, 4000 стоит один сменный стик. Вот так снял, вот так в раз, сделал. Очень профессионально. Разницу между элиткой Xbox'овской и Dual Sense'ом Edge за плюс-минус одни и те же деньги можно объяснить даже не кастомизацией, у Xbox'ов все реально круче, а звуками, вот смотри. У меня на калькуляторе Casio были такие кнопки. Ну, ты чувствуешь разницу? Ну и если вы надеетесь, что все это вы будете ловко заряжать проводами, не повторяйте моих ошибок и купите Dual Sense Charging Station. Это что, блок питания? Зарядная станция, понял? С блоком питания? Дэнди какого-то, которая в комплекте. Сука, Сони. Но мне казалось, что разъем USB, ну, USB в PlayStation'е по мощности хватит для того, чтобы зарядить две какие-то нищевые батарейки в этих геймпадиках. Раз, поставили геймпадик. Два, ну, заряжаться начал. Беспроводные технологии. Это очень удобно. Тридцоном взяли, поставили вот такой вот маленький зарядник для ваших геймпадов в стиле PlayStation'а. Буквально маленькая плойка. Ну что, объем памяти мы увеличили. Объем люкса увеличили. Объем энергии увеличили. Объем ожидания от Call of Duty новая вообще уже зашкаливает. Осталось только увеличить объем звука. А вы что подумали? Можно было найти колонки дома, какие вот есть, подключить их и играть в свое удовольствие. Можно вообще звук из телека выводить и горя не знать. А можно пойти по самому классному пути и купить офигенный саундбар. Офигенный за небольшие деньги. Офигенный при этом игровой с RGB-подсветкой. Со всеми возможными интерфейсами подключения как к консоли, так к телевизору и ПК. Ну и просто саундбар с легендарным именем. В комплекте провод питания, провод питания, провод питания и пульт. У нас есть провод для оптики в комплекте и есть провод USB-C. Но пульт изменился. Он стал, во-первых, больше, во-вторых, функциональнее и, в-третьих, тупо симпатичнее. У первой версии пультик был такой, знаете, скромненький, с надписью дурацкой. Здесь все выглядит очень хорошо. Потому что он приятный. Очень стильно текстурированная металлическая штука. Здесь у нас дисплей, на котором будет отображаться инфа о текущем подключении. Плюс есть вход для наушников. Удобно очень расположен спереди. Это сертифицированное Dolby аудио устройство. Если вам это о чем-то говорит, мне это говорит только о том, что оно Dolby нормально. Но это значит, что на него можно смотреть любое кино в очень хорошем качестве. С очень хорошей звуковой дорожкой. Как в наушниках, так и с помощью саундбара. У нас стояли какие-то обычные совершенно колонки тысяч за пять. Либо я тупо брал звук с телека. И в принципе не думал о том, что разработчики тратят десятки миллионов долларов на то, чтобы вы, как и Рок, буквально погружались в атмосферу игры с помощью звуков. Их там такое количество. Просто Crash Bandicoot открываешь и обнаруживаешь, что там не только музыка. Там еще и куча всяких деталей прикольных. У нас есть оператор Леша, который чуть ли не 16-го года души не чает в первой версии. А это уже вторая. Creative Sound Blaster Katana V2. Игровой саундбар для любого сетапа и любого жанра игры. Почему он игровой? Во-первых, он маленький. Вы легко его можете интегрировать в ограниченное пространство компьютерного стола. Огромный ковер для того, чтобы вот с такой сенсой играть. Клава стоит, моник. Ну некуда всунуть колонки большие. Вот такой саундбар 60 сантиметров. Он реально небольшой. Он узенький и очень компактный. Вы его впишите в любое пространство и будете кайфовать. Во-вторых, почему он игровой? Потому что у него есть RGB-подсветка. RGB-подсветка... У меня на мониторе тоже есть RGB-подсветка, но она сзади. Я ее никогда не видел. Я просто знаю, что она там есть. Любой игровой аксессуар должен светиться. Катана V2 это делает. Подсветка настраивается как хотите. Можете ее вообще выключить. Можете включить однотонную. Можете сделать, чтобы она вот так вот красиво переливалась. В ночи с баночкой колы сидит. Добрый кол. Черноголовки. Сидишь, играешь. У тебя все светится. Клавиатура светится. Мышка светится. Саундбар светится. Еще она умеет под музыку подсветкой моргать. Вот так, блин, под бит. Когда вы выбираете саундбар тысяч за 30, там плюс-минус, вы очень сильно ограничены в возможностях подключения. Как правило, вам дают какой-нибудь стрёмный HDMI и оптический выход. Все, больше ничего. Здесь, да что хотите подключать. Bluetooth 5.0, пожалуйста, в мобилу воткнули. Микрофон здесь есть. Можно даже отвечать на звонки, когда вы ходите по комнате. Либо в конференц-связи какой-то участвовать. То же самое касается подключения, разумеется, к компу. Дальше у вас есть полноценный USB-разъем, который позволяет подключить Catano V2 к компьютеру в качестве звуковой карты. Соответственно, вы получаете не тупо саундбар, но еще и звуковуху, которой подключаются наушники, усиливаются. Я знаю по себе, потому что у меня Beyerdynamic GT 1990 Pro высокоомный. Дорогого стоит их раскачать. Я для этого отдельную карту использую звуковую. Здесь это все встроено. Дальше у вас есть еще AUX, у вас есть SXFI Out. SXFI это специальный режим, я о нем вам чуть позже расскажу. Оптика, естественно. Ну и вот все эти приколы. То есть универсальность подключения здесь максимальная. Телевизор, компьютер, беспровод, все что угодно. У меня дома очень много в гостиной устройств. Есть и плойка, есть и компьютер, есть и Xbox, есть телевизор, есть Apple TV. Есть даже проигрыватель виниловый с блютусом. И все это я могу воткнуть в один единственный саундбар. Блин, я убрал наконец-то все эти колонки. И по сути теперь Katana V2 это центр моего звука в гостиной. И еще во многом потому, что эта штука реально звучит объемно. Мы когда первый раз ее запустили, я вообще очень предвзято отношусь ко всем этим 5.1. Я считаю, что если ты хочешь 5.1 звук, собери себе 5.1 звук, чтобы у тебя колонки стояли по кругу. Но когда мы его запустили, включили просто музыку послушать, я сидел за ним, а он звучит обволакивающе. Я походил вокруг, он не теряет меня. В первую очередь он подходит для кино. Особенно учитывая, что здесь сертификация Dolby Audio. Особенно учитывая, что в Katana есть специальный режим, который позволяет вам минимизировать и нивелировать вот эти громкие выстрелы, взрывы, звуки в кино, когда вы смотрите ночью. Знаете, да, эту историю. Там они только что секс сделали. Интерстеллар включил, где опять же очень серьезная, очень глубокая работа со звуком. Вот те самые 5.1, в которые я никогда не верю, когда дело касается саундбара, здесь чувствуется на полную. С музлом такая же история. Я говорю как эксперт, потому что я недавно выпустил свой альбом. Зная, что, как, куда расставлено в своих же треках, это не чужие слушать, это разные вещи. Я понимаю, что мне здесь всего хватает. Мои же песни для меня звучат очень классно. Теперь давайте попробуем послушать музыку. Я зайду в Apple Music, открою такого артиста, как Арсений Петров, и просто включу трек, который наваливает, и который должен прямо здесь все растрясти по идее. У меня диван вибрирует, у меня все вибрирует вообще пипец просто. Но мне нравится. Даже если иметь в виду цену, знаете, вот эти все истории, типа, ну, за эти деньги. Нет. Это очень хорошо. Здесь у каждого ряда динамиков, в ЭЧ, среднее и саб, есть свой усилок. То есть трехступенчатое усиление. По сути, это дает нам настолько громкий, настолько объемный, настолько подробный, настолько плотный звук, что просто охерел. И реально, я даже записал первое впечатление. Поехали. Блин, как это круто! 252 ватта. Это на 68% мощнее, чем предыдущее поколение. Вам-то мало о чем скажет, если вы им не пользовались. Но это очень громкая штука. Но для среднестатистической квартиры какой-нибудь, для комнаты там в 25 даже квадратных. Окей, в 30 квадратных метров, поверьте, этой громкости вам хватит. И даже наверху, вот на самом пределе, на соточке, он не начинает пердеть, он начинает косячить, он не начинает дурить. Есть еще топовое приложение. Оно, правда, симпатично выглядит, в отличие от многих стандартных приложений для наушников или саундбаров. Есть акустический engine, движок специальный, где вы управляете объемным звучанием. Есть еще кристаллайзер, который позволяет, типа, поднять задуманные авторы музыки или фильма, или игры, детали. Как вы думаете, я в это во все верил до того, как это включил? Конечно, нет. Я этим никогда не пользуюсь. И, как правило, когда вы включаете объемный, искусственно объемный звук, музло или кинчик реально начинает звучать хуже. Это не тот случай. И есть еще один интересный режим Super X-Fight. Простыми словами, это такая хреновина, которая, реально, есть отдельное приложение. Вы наводите на голову и уши человека, сканируете их, и можете, пользуясь любыми своими наушниками, получать максимально объемный звук с помощью вот этой Super X-Fight технологии. Здесь даже отдельная кнопочка для этого есть, и даже отдельный разъем для совместимой аппаратуры присутствует. Ну и теперь самое главное, как эта штука работает в играх. Я поиграл в Call of Duty. Это бомба, пацаны. Ну, не сама игра, а именно звук. Вот такой бодрый сетап у меня получился. Я даже Xbox умудрился сюда в сандалить. Он удачно встал на сабвуфер. Но, тем не менее, такая красота. Вот теперь чувствуется законченность. Вот теперь чувствуется, что все нужное у меня есть. Осталось только прибавить звук, взять геймпад и полетели. Тут есть две специальные игровые технологии. Scout режим и Battle режим. Battle режим работает только в наушниках, и он позволяет вам слышать не только, откуда в вас стреляли, но еще из какого расстояния. Вот вы это слушаете, думаете, ну что за дичь, ну это же невозможно, правда? Ну скажи честно, ты же гонишь. А, но на деле оказывается, что нет, пацаны. Я усложнил задачу и пошел играть в Counter-Strike 2. Сейчас любой киберспортсмен в возрасте от 9 до 12 скажет, пацан, ты же попутал, какой Counter-Strike на саундбаре. Сейчас буду просто в реальном времени комментировать, где кто находится, пытаясь угадать. Слева, наверху, раз, еще, два, слева, раз. На планте. И на планте, смотри, я его видел, слышал точнее еще до того, как сюда вообще вылез. А как это работает? Подожди. Ну законы физики же никто не отменял. Почему я слышу даже то, что сзади меня происходит так, будто это реально в затылок мне сейчас. Вот, сейчас там происходит стрельба. Слева, слева перезаряжается. Не успел я среагировать, но он перезаряжался и вышел на меня. В банке сейчас и справа АВП. И вот справа, справа, справа есть чувак. Я его прям слышу, как он стрелял. Сколько инфы, если бы это был матчмейкинг ответственный, я мог бы собрать, я представить себе не могу. С помощью, казалось бы, саундбара. Послушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот сейчас выбежит товарищ. Ну где-то вот здесь вот стреляет, я прям слышу его. А, ну вот он бежит на меня. У Катаны есть пресеты специально под разные игры. И Counter-Strike, несмотря на то, что Global Offensive, там тоже есть. Можете выбрать Call of Duty, Cyberpunk, да там много тайтлов. Но Counter-Strike я не ожидал там увидеть, потому что это претензия. Это прям замашка на то, что саундбар, казалось бы, будет вам давать в КС-ке то, чего вы ждете от наушников. Потому что там невозможно не слышать шаги. Там невозможно не знать звуковую ситуацию на карте. Вы просто проиграете даже в дезматче. Катана реально справляется с Counter-Strike. И если она справляется с ней, то поверьте мне, любой мультиплеер, даже в PUBG, где это особенно важно, когда кто-то там в кустах гасится, вам будет по зубам. Ну, конечно, лучше всего это работает в Scout-режиме, когда вы подключаете наушники. В Scout-режим, кстати, работает как вот так на динамиках, так и в наушниках. А вот Battle-режим работает исключительно в наушниках. И вот он уже максимально крутой. Там вся инфа всего, что происходит вокруг, действия любого игрока, даже когда он еще не на экране у тебя, вот все в этом Battle-режиме у вас есть. То есть это, наверное, ответ на главный вопрос, а почему на игровой? Неужели только из-за подсветки и USB-подключения к компьютеру? Нет. Если вы любитель шутанов, то вы зацените. Если вы киберспортсмен-любитель шутанов, то, конечно, саундбар вам ни один в мире не подойдет. Вам надо будет подключать наушники, и даже здесь Катана вас встречает кайфовыми всякими фишками. Я ее никуда не отдам. Я буду на ней играть, потому что то ощущение, вот когда ты включаешь и переходишь со звука с телевизора на звук с этого саундбара, его вообще словами не описать. Возвращаться мне никуда не хочется. Наушники мне надевать больше не хочется, но только по необходимости, если я буду в КС-ку играть. И заморачиваться, покупая какую-то супердорогую акустику за 100, за 150, за 200, полмиллиона, до бесконечности тысяч рублей, я, конечно, тоже не буду теперь. Этого мне хватило. Хотя я, чувак, адский, задроченный на звуке. Просто адский. У меня дома реально очень много дорогой аппаратуры стоит. Ну и последний аксессуар для тех, кто, во-первых, ждет свой саундбластер Катана V2. Это важно. Доставка долго едет еще, да? И, во-вторых, для тех, кто живет с мамой, с чужой, а она ложится спать в 7 вечера, нельзя тревожить человека, поэтому мы берем что? Мы берем гарнитуру, мы берем наушники. Есть там всякие Logitech. У меня, например, есть Logitech беспроводной. У меня есть M&D наушники 20-ые специально для PlayStation сделаны. У них там прям мандула такая, которая в плойку втыкается, обеспечивая очень быстрое беспроводное соединение. Но это все не то. Поэтому мы с вами берем вот такую штуку. Это InZone H9. Относительно недавно вышедшая гарнитура с шумоподавлением. Если вы, например, ответственный мужчина, живущий с детьми, вам просто не хочется это все слышать. Да, поэтому вы просто покупаете вот такие вот наушники, где у нас есть шаг 1. Скачать телефон. Шаг 2. Подключить через донгл, сука. Вот через прям переходник к PlayStation в любом случае. Нажать на кнопку включения и забыть обо всем. Это если тебя посадили. И ты просто хочешь сообщить, где ты сейчас. А еще Sony нам сообщает, что вообще-то пить нельзя. Это как тебе такое положение. Да у меня руки трясутся от того, что я на диафрагме базарю, понял? Я типа всегда такой, ну собранный. Смотри, вот я сижу ненавязчиво. Вот сейчас, видишь? Да. Ничего не трясется. И вот я сейчас начну говорить, а они начнут трястись. Потому что я вот здесь собранный, говоришь, мне голос надо дать. Я же веду выпуск. Правда? Конечно. Ну вот, ну... Какое ужасное, сука, говно. Я вам просто хотел, знаете, типа оправдать, что это же фирменный аксессуар Sony. Что он же, по идее, должен быть очень классным, качественным. Это из такого говна сделано. Просто здесь шов прям видно, понял? Причем Серега Кузьмин, наш редактор сайта Vilsa.com, уже их тестировал. Говорит, вообще кайф. Но, видимо, Серега сидел в темноте. Потому что, я не знаю, просто тот же пластик белый, вот этот. В тон, в тон просто, да, идеально. Стилистика та же. И, в принципе, конечно, вы получаете удовольствие, когда вот последний пунктик заполняете. У вас есть Edge, у вас есть зарядка, у вас есть сама PlayStation. И вот теперь у вас есть наушники. Они шумоподавляют просто, когда ты их надеваешь. То есть реально ощущение вакуума создается максимально. Плюс, конечно, они максимально пышные вот здесь. На материале, к сожалению, будет оставаться жир. Это прям минус. Ну, как бы игровые наушники, люди... Ну, когда ты играешь в PlayStation, ты не моешься. Но при этом здесь очень классное управление звуком. Ну, и реально, они легкие. Вот чем они мне очень нравятся. Они настолько пышные, что их на голове перестаешь замечать буквально спустя 15 минут. Вы в играх будете слышать все, что угодно. И, пожалуй, это самое главное. Да, ну, вообще прикольная гарнитура. У нее очень высокое качество звука, если мы говорим об играх. Понятное дело, что музыку в них слушать никакого смысла нет. За 21 можно по скидке купить. В принципе, за 20 плюс-минус тысяч рублей это норм. Это прям ништяк. И можно закрывать глаза даже на качество сборки. Наступает самый приятный момент, когда ты открываешь игру. Вот реально, как в детстве. Я почему консоль с диском и купил? Чтобы у меня было вот это вот. Новый. Ааа, дисочек вот такой лежит здесь. Call of Duty. Мы его достали. Ставят. Ё-оу. Я вообще не думал, что я буду играть. Я не думал, что мне нужна будет PlayStation. Я не думал, что мы так кайфанем. Мы дома сидим, играем. Там я в FIFA, в Crash Bandicoot. Мы играем во всякие игры на двоих. Это просто офигенно. Я наконец-то погрузился в этот консольный гейминг. Сполна. Вообще прям с головой. У меня просто тупо не было даже мыслей и времени. Этот выпуск я снимаю на эмоциях, которыми хочу поделиться с вами. Потому что у меня в детстве PlayStation не было. Была Dendy. Мы с батей сидели у телека вот этого здоровенного. Паяли эти джойстики, как они тогда называли. Для Dendy я там стрелял из пистолета, который тоже постоянно ломался по этим уткам. А сейчас я купил себе первую в своей жизни PlayStation. Это стоит денег. Но это стоит своих денег. Вот что важно. Я бы вам рекомендовал идти все-таки от самого важного. То есть покупать SSD, потом покупать саундбар. Потому что без него вообще жизни никакой, как оказалось, нет. Я устроил себе маленький праздник. Распаковал кучу всего. Надеюсь, вы эту атмосферу прочувствовали. Но более того, и самое важное, я бы советовал вам реально качественные, реально очень важные, необходимые аксессуары для вашей PlayStation 5, без которых жить вообще нельзя. Порадуйте себя хотя бы чем-то из набора. Скоро новогодние праздники. Поднимите себе настроение. Освежите немножко свои ощущения. от консольного или ПК гейминга. И помните, что это круто, блин. Тратить денежку на всякие приятные мелочи. И не забывать о том, какой это кайф. Погружаться в этот мир игр. И делать его немножко лучше с помощью даже таких вот, казалось бы, мелких штучек и вещей. Это был Арсений Петров. Филосаком. Спасибо, что посмотрели. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok